итак друзья всем привет с вами ливиан и сегодня хотел бы с вами поделиться своим мнением по поводу дестерлок в воде и начнем мы с разбора моих талантов на 15 левеле я думаю стоит брать живучее пламя в чем плюс это халявный хил можно сказать то есть в чем особенности обилки угля а тот повышает эффективность целей на 50 процентов расходуется на 50 процентов меньше раскаленных углей все ясно в принципе да если бы не понерфили глиф на уголь то было бы вообще шикарно но и так тоже сойдет 30 мы берем шэдо фури и либо койл но здесь стоит конечно же поговорить про эти обилки вместе с обилками сотового левела но я думаю мы до этого дойдем моем случае я взял шэдо фури на 45 левеле конечно же для дестерлока стоит брать бабл тут вопросов я думаю ни у кого нет на 60 левеле кровавый ужас или свободная воля свободная воля мы берем в том случае когда мы одеваем 2 дамажущих триньки ну а кровавый ужас как дополнительный контроль по миличнику но и думаю в нынешних реалиях конечно же профит не брать кровавый ужас контроля так мало очень мало на 75 левел мы берем гремуар жертвоприношения тут я думаю выбора нет потому что дамага и так нет и как-то его стоит повышать повышаемую с помощью гремуар жертвоприношения бинго 90 левеле мы берем тьма архимонда опять же для чего для дополнительного дэмиджа двое фулов хотя знаете фулы сейчас у десерлока довольно смешные хаус болт вообще не дамажен я включаю фулы но стоит учесть тот факт что мой персонаж не одет еще фулсиньку и поэтому само собой мой дэмидж не такой как может быть там в будущем но фулы никакие к сожалению поэтому да и остальные таланты они тоже ужасные коварства келл жена понерфили яросима народа нет спасибо сотый левел здесь самое интересное начинается ну в первую очередь мы откидываем с вами сразу же обугленные останки это для пвешников пусть сами разбирается этим талантом как хотят что я взял я взял катаклизм это привычка с бета на самом деле я слишком много играл бету я уже в принципе привык использовать катаклизм да многие ругают его за длинный каст то что ну не дамажен как хотелось бы но что делать например в том же в тех же дуэлях мы можем спокойно использовать у нас есть контроль против например предположим и лишний к шедо фури катаклизм окей соблазн катаклизм окей тринкует например шедо фури даем соблазн катаклизм костюм все все просто опять же на арене в двойке можно спокойно использовать катаклизм особенно если мы играем с хиллом но я что-то мало себе представляю. Дестерлок с хиллом, это ужасно на самом деле. Это арены по, там, сколько? 28 минут, и скорее всего вы просрете. Ну, это рано, опять же, говорить. Я не фул ПВП одетый. Я не играл арену, арена сезона еще не началась, поэтому что можно сказать? Это просто предположение. Никакой гайд, ни в коем случае это не гайд. Это просто свое мнение высказываем по поводу талантов. Есть интересная возможность использовать демоническую покорность с гримуаром жертвоприношения. Кто давно смотрит меня и видели мой влог по поводу Дестерлока в бете, я рассказывал по поводу этого таланта, то, что от Инфернал нам дается стан и, по-моему, диспол, если мы его не съедаем гримуаром, и от Думу, Лорда или Думу... Я забыл, как честно того парня зовут, но, по-моему, ладно, я честно не вспомнил. Ну, рыбья память, что с меня взять? Это от того товарища нам дается сайленс. Ну, как от собаки, короче говоря. Поэтому от того чувака, который дает нам сайленс, профита мало, потому что можно использовать ту же собаку. Но вот от того товарища Инферналы, который можно брать АОЕ Стан. Ну, в чем суть этого АОЕ Стана? Он дается от вашего персонажа, там, по радиусу какому-то, я не помню, к сожалению. Тогда стоит брать демоническую покорность, гримуар жертвоприношения и Койл. То есть у нас какой-то дополнительный контроль получается. Хотя, с другой стороны, у нас есть кровавая ужас. Койл, господи. Ну, короче говоря, друзья, ох, сейчас рано о чем-либо говорить. Я думаю, стоит дождаться арены сезона и уже после, там, недели две, как пройдет, хотя бы хоть как-то одеться, хоть как-то поиграть арену 2 на 2, 3 на 3, я смогу составить какое-то почетливое мнение по поводу Дестерлоков ПВП. Поэтому спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, надеюсь, вам понравилось. Буду продолжать. Ждите на неделях новые видео. Думаю, будут скирмеши, скорее всего, потому что арены нет, к сожалению. Дуэли. Ну, дуэли я буду записывать просто как того, как я оденусь в фул уже, хотя бы в пресет. Поэтому стоит подождать. Итак, друзья, опять же, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Я не знаю, репостите ВКонтакте. Все, давайте, удачи вам. Спасибо за просмотр еще раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok